Эти песни подхватывают сразу, дружно. Фронтовая бригада театрального центра «Жаворонки» в самом сердце города Одинцова. Бортовой военный грузовик вместо сцены, девушки в скромных платках, матросы. Вдохновение на лицах артистов, слезы на глазах зрителей. Небольшой концерт предварил торжественную церемонию завершения шестого этапа военно-патриотической эстафеты «Салют Победе», который в этом непростом году был посвящен обороне города-героя Севастополя. Вот так, по-полевому, сделать небольшой концерт. Концерт почему? Потому что заканчивается у нас, к сожалению, шестой этап «Салют Победы», который мы в марте не остановили, даже в пандемию. Сделали так, чтобы это было безопасно. Но 5-6 тысяч мероприятий с детьми в таком режиме, в садиках, в школах, в больницах мы провели. В марте не отступили. Эстафета продолжала шествие по Одинцовскому округу даже в самый сложный период пандемии. В формате онлайн, локально, с соблюдением всех санитарных норм, она прошла в каждом поселении. Участники вспоминали о событиях войны и героях обороны Севастополя весь год. Символы эстафеты бережно передавались из рук в руки. Символы – это экспонаты времен Великой Отечественной войны. С ними прошли наши деды, отцы, наши прошли под знаменем этой победы. Снайперская винтовка была самой основной для поражения противника. Ну и патроны, как всегда, всегда должны быть рядом. 23 декабря 2020 года символы шестого этапа эстафеты доставили в Одинцовский исторический музей. Теперь они будут храниться в зале, посвященном Великой Отечественной войне. Для них эстафета не заканчивается. Боевое знамя, винтовка СВТ-40 и ящик для мин будут напоминать жителям округа о подвиге наших солдат. И я думаю, что те усилия, которые мы приложили для того, чтобы еще больше рассказать об этой прекрасной дате, они не пройдут даром и не только в этот год, но и всю жизнь все, кто вспоминал, кто изучал, кто читал и смотрел фильмы о войне, будут об этом помнить всегда. Победа, она одна на всех. Военно-патриотическая эстафета главы Одинцовского округа «Салют Победе-2020» завершена. Но в следующем году она обязательно продолжится, привлекая все больше городов и участников. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Денис Харламов, телекомпания Одинцова.